А теперь о западных кураторах киевского режима. 18 марта туда прибыл, в Киев, один из авторов формулы «Войны до последнего украинца» – американский сенатор Грэм. Напомню, в России он внесен в список террористов и экстремистов. Что же он сделал? Он призвал режим Зеленского рекрутировать молодежь младше 25 лет и ускорить принятие закона проекта об ужесточении мобилизации. С его точки зрения, которую он озвучил прямо в камеры, под ружье должны встать все. Прямая цитата. «Нам нужно больше людей», – цинично отметил сенатор Грэм, американский сенатор. При этом он потребовал от украинцев идти сражаться, в кавычках, «за самих себя», в кавычках, потому что это прямая цитата, и не думать о том, продолжат США поддерживать Киев или нет. Судя по всему, на Банковой это внушение возымело действия. В тот день Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, соответствующая структура этого, как должно было быть, законодательного органа, а теперь просто буквально противодействующего законности, услужливо принял решение ускорить прохождение упомянутого проекта. «Больше людей сенатору США Грэму нужно от Украины где?» На поле боя? Но он же прекрасно понимает, какая судьба их ждет, буквально в первые же дни, когда они там могут очутиться. «Больше людей где? В списках погибших?» Продолжение следует... Продолжение следует...